Приветствую вас. Мне кажется, что в этой ситуации вы забываете о том, что ваш ребенок уже взрослый, он уже не маленький, ему уже 14 лет. Это достаточно большой возраст для человека. В этой ситуации я думаю, что нужно в первую очередь думать о ребенке и следить за тем, чтобы ваши отношения с мужем, бывшим и родственным ребенком, не влияли на то, как ребенок будет себя чувствовать, да? Вот. Поэтому вы пытаетесь решить все за ребенка, при этом, как мне кажется, маскируете свои чувства, да? Пытаетесь замысловать их. Вот. Значит, пытаетесь как-то их обойти. Вот. Ну, на самом деле, этот путь, он ведет никуда, никуда, да? Этот путь ведет абсолютно в тупиковую сторону, потому что, таким образом, вы можете настроить ребенка против себя. И отцу даже делать ничего будет не надо, да? Вот. Поэтому, оптимальным вариантом, конечно, будет разнообразность в себе. Вот. И, соответственно, вот подумать, как и у вас чувство, да, на что они набраны и так далее. То есть, уверены ли вы, что вы не хотите пускать ребенка именно из-за ребенка, а не из-за обиды, там, на, допустим, ну, ответной обиды на отсылок, да? Дальше. Правильно поступить. Вот. Что значит поступить правильно? Это, ну, по факту, говоря о том, что вы хотите поступить правильно, но вы говорите о некой такой родительской позиции, да? Типа, что я должна поступить правильно. Ну, никакого правильного поступка нет, нет, убить не может. Ну, вот. Каждый выбирает сам, и каждый принимает решение тоже сам. Поэтому, если вы уважаете своего ребенка, и если вы не хотите, чтобы ваш ребенок, там, грубо говоря, страдал, переживал, чтобы это его травмировало, вот, ну, я имею ввиду, да, вот эти, эти ситуации, то вам имеет смысл поговорить с ребенком и, собственно, как есть ему сказать относительно того, что вы чувствуете, и чего хотите, и чего хотите, и по отношению к себе, и по отношению к нему. И пусть он уже выбирает, пусть он уже решает. В противном случае, повторюсь, есть очень большой риск того, что вы можете настроить человека против себя. И ничего хорошего в этом не будет. Ни для нас, ни для ребенка, ни для в конечном счете, ни для ребенка. Вот. Обратите внимание, что вы говорите об обидах вашего бывшего мужа, но вы не говорите о своих, о своих чувствах. Вот. Обратите внимание, что вы говорите из-за этой ситуации я не хочу пускать ребенка как-нибудь на щелку. То есть из-за ситуации, что он вас дискредитировал. Вот. Не понятно, как одно связано с другим, с другим, да. То есть очень похоже, что вы свою личную обиду на мужа переносите на ребенку. Ну, это, я бы сказал, деструктивные истории. Вот. Вот так. То есть имеет основание поработать с вашими чувствами, да, и посмотреть, что у вас там внутри, и что вы в себе подавляете. Вот. Чтобы чувствовать себя как-то, ну, более свободно, может быть, более раскованно может быть сюда. Вот. Это ладно. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.